События дня в настоящем времени. В студии в Вашингтоне я, Олеся Кругляков. Здравствуйте. Смотрите сегодня. После теракта в пригороде Руана духовенство требует от властей Франции усилить меры безопасности в храмах. В Армении в результате перестрелки между силами правопорядка и вооруженной группой ранено 5 человек. Хиллари Клинтон стала первой в истории женщиной, номинированной на пост президента США от одной из крупнейших партий. Обзор новостей начинают коллеги в Праге. Я приветствую Сергея Дорофеева. Сергей, вам слово. Далее события дня в настоящем времени. Здравствуйте. Французское духовенство требует от властей усилить меры безопасности в храмах. Франция сегодня проснулась с готовностью к терактам в любое время и в любом месте, даже в церквях маленьких городков. Накануне в пригороде Руана двое неизвестных вооруженных ножами взяли в заложники 5 человек в церкви Сент-Этьен. Священника, двух монахинь и двух прихожан. При попытке выхода из храма нападавших застрелила полиция. Ответственный за теракт взяла на себя ИГИЛ. В здании было найдено тело убитого 85-летнего священника и раненого прихожанина, пострадавшие в тяжелом состоянии. И сегодня одна из монахинь рассказала, что же происходило в храме в момент нападения. Они поставили его на колени, но он пытался защищаться. Когда террорист приставил к его горлу нож и был этим занят, он не мог меня видеть, и я смогла сбежать. Все люди кричали, пытались их остановить. Они снимали себя на видео. Это было похоже на проповедь около нашего алтаря на арабском языке. Это было ужасно. Один из нападавших стоял на учете во французской полиции за свое увлечение радикальным исламом и неоднократной попытки вступить в ряды боевиков ИГИЛ. Почему за ним не был установлен усиленный постоянный контроль, это один из главных вопросов, волнующих сегодня все французское общество. Кем же были террористы? Одноклассник одного из нападавших дал интервью. Мы пытались как-то урезонить его, но он всякий раз отвечал какой-нибудь цитатой из Корана. Говорил нам, что должен поехать в Сирию, воевать там бок о бок со своими братьями. Мы ему отвечали, что это как-то неправильно. А он говорил, что Франция страна нечестивцев и здесь жить нельзя. Франция ждет новых нападений. Власти признают, стране срочно нужна новая система безопасности. Из Парижа наш корреспондент Юлиас Алкамолова. Франция живет в ожидании новых угроз теракта. Президент Франции Франсуа Олан сегодня встретился с представителями религиозных общин. Духобедство Франции требует усилить меры безопасности на местах, где находятся храмы, после нападения на церковь при городе Руана. Трагедия в маленьком городке Нормандии сколыхнула всю Францию. То, что теракт может произойти в маленьком, спокойном, тихом городке Франции, не ожидал никто. Прибывший на место трагедии президент Франции Франсуа Олан признал, угроза терроризма достигла самого высокого уровня за всю историю страны и Европы. Заявлениями также выступили и представители разных конфессий. Особенно гармоничные отношения, которые существуют между различными религиями во Франции, являются важным ресурсом для поддержания общественного единства. Мы не позволим быть вовлеченными в политические игры группировки ИГИЛ. То, что произошло, не относится к подлинному исламу. Все мусульмане Франции осуждают и отвергают это самым решительным образом. Франция скорбит по погибшему священнику. Наш корреспондент встретилась с его соседями и выслушала опасения мусульман при города Руана. В этом доме прожил всю свою жизнь 85-летний священник Жакамель. Жители Сент-Этьен-Дю-Гувре вспоминают его очень добрым и скромным человеком. Он был очень спокойный человек. Никто не подумал бы никогда, что так может с ним случиться. Он был последним человеком, которого можно было бы так убить. Здесь нет никакого сомнения, что это сделал ИГИЛ. Я здесь живу, а церковь чуть подальше, а священник жил напротив моего дома. Священника Жакамеля в маленьком городке с населением 30 тысяч человек знали и уважали все. Убийство в церкви для тихого городка Нормандия стало шоком, говорят местные жители. Конечно, очень грустно. Никогда не думали, что такое может произойти, потому что город очень спокойный. Мы солидарны. Не очень хорошо, но знал священника. Хороший был человек, спокойный, добрый. Он жил там, возле магазина. Мэрия Сент-Этьен-Дю-Гувре находится в километре от места трагедии. Между церковью и мэрией находится дом, где жил священник Жакамель. 26 июля полиция отцепила улицу, где произошла трагедия в церкви. В Сент-Этьен-Дю-Гувре две католические церкви и одна мечеть. Всего в нескольких сот метрах от одной из них находится мечеть Яхья, ассоциация мусульман-городка. Мечеть открывается пять раз в день во время молитвы мусульман. После этого нападения будет очень плохое отношение к мусульманам, к арабам. Будут смотреть на то, как ты выглядишь, если ты мусульманин, если ты араб, будет сложно найти работу. Внешность будет определять отношения. К сожалению, это будет влиять на настоящих мусульман. В мечети Яхья на послеполуденную молитву Ассор пришли около сотни мусульман. Молильная комната мечети не заполнилась даже наполовину. Исповедующий ислам жители Сент-Этьен-Дю-Гувре заполняют мечеть в пятницу во время обеденной молитвы. Большинство мусульман после молитвы стараются избегать общения с прессой. Они насторожены. Это катастрофа. Мы, как все французы, грустим. Мы страдаем так же, как и все. Мы, мусульмане, первые жертвы. Тем временем в нескольких домах пригорода Руана полицейские провели спецоперации. После обысков в домах в Сент-Этьен-Дю-Гувре задержано несколько человек. Я уже 15 лет живу в этом городе. Я очень шокирована. Так как городок очень тихий и спокойный, мы не ожидали, что такое может произойти. Все события, произошедшие во Франции, негативно повлияют на всех мусульман. Пригороде Руана Сент-Этьен-Дю-Гувре представители двух конфессий живут тесно. Жестокое нападение на церковь и убийство священника в маленьком городке уже напрягло жителей обеих сторон. Юлиасаль Камалова, Руан, Нормандия, Франция. Сегодня в центре Киева было перекрыто движение. Полицию перевели на усиленный режим. Через рамки металлоискателей прошли тысячи участников крестного хода Украинской Православной Церкви Московского Патриархата. Единственной канонической православной церкви в стране. Люди собрались у памятника князю Владимиру для совместной молитвы, после чего направились в Киево-Печерскую Лавру. Нынешний крестный ход – это были два шествия верующих мирян, монахов и священников. Они посвящены очередной годовщине крещения Руси. За подоход шел от стен Древнего Монастыря Почаевской Лавры, с востока – от стен Святогорской Лавры. Встретились в Киеве. С собой люди несли иконы, почитаемые украинскими верующими на протяжении многих веков. Крестные ходы в восточном христианстве – традиционные шествия. В Украине они организуются регулярно, но любая активность церкви Московского Патриархата воспринимается в обществе неоднозначно. Это происходит в контексте аннексии Крыма и конфликта на Донбассе. Хотя напрямую связывать эти события с деятельностью украинской церкви Московского Патриархата нет оснований. На протяжении всего нынешнего хода его участники подвергались критике различных политических сил и деятелей. Звучали заявления о том, что шествие устроили в Кремле для дальнейшего церковного и общественного раскола в Украине. Полиция опасалась провокации. Сами же участники хода, с кем встретились наши корреспонденты, от политики были далеки. У нас есть раздоры. Будем молиться, чтобы мы помирились, чтобы мы прощали друг другу, не обижались друг на друга. Вот за это мы идем. Среди участников нашего хода никакой политической символики нет. Люди идут с иконками. За мир идем, за Украину, за дружбу и любовь. Не будет провокаций, поскольку здесь идет честный народ. Мы на Бога надеемся, что Господь нас защитит, потому что мы идем с миром. У нас нет ничего политического, абсолютно ничего. В Ереване перестрелка между полицией, членами группы «Сосунские храбрецы». Десятый день удерживающими заложников в здании полка патрульно-постовой службы. Огнестрельные ранения получили пятеро человек. Подробнее корреспондент армянской службы радио «Свобода» Карлена Слонян. События в Ереване развиваются по сценарию экшн-фильма с более драматичными сценами. Пока по центральным улицам проходило многотысячное шествие сторонников вооруженной группы, на территории захваченного полка произошла перестрелка. Раненый лидер группы, участник Нагорно-Карабахской войны Павлик Манукян и его сын. Сообщается также, что пострадал один полицейский. Правоохранительные органы также сообщают, что два участника вооруженной группы сегодня сдались. По сообщению пресс-службы полиции, вооруженные захватчики потребовали оказать медицинскую помощь пострадавшим в перестрелке, а после прибытия врачей взяли их в заложники. Представители оппозиционного движения и учредительный парламент опровергают эту информацию. По их словам, врачи находятся на территории полка по собственному желанию. Накануне неизвестный поддерживающий мятежников на машине прорвал полицейское оцепление и въехал на территорию осажденного отделения. Он хотел доставить членов вооруженной группы еду. Полиция тут же открыла огонь. А вечером на митинг в поддержку вооруженной группировки к зданию полка патрульной службы вновь пришли тысячи людей. Полиция разогнала митингующих. 64 человека были задержаны. У одного из них был обнаружен пистолет. Остальных полиция отпустила. Захватчики требуют освобождения арестованного оппозиционера Жирайра Сефеляна, а также отставки президента Армении Сержа Сарксяна. В Турции продолжаются репрессии после неудавшегося госпереворота. На этот раз сообщается о выдаче ордеров на арест 47 бывших сотрудников влиятельного издания «Заман», которых подозревают в связи с Фетхулой Гюленом. Проповедника, который проживает в Соединенных Штатах, турецкие власти считают вдохновителем пуча, хотя сам он неоднократно заявлял о своей непричастности. Всего на данный момент в Турции задержаны или временно отстранены от должностей более 60 тысяч человек, среди которых полицейские, судьи, военные и преподаватели вузов. А тем временем к югу от турецкой границы в городе Эль-Камешли в среду в Сирии прогремел мощный взрыв. По данным сирийского государственного телевидения, на данный момент сообщается по крайней мере о 48 погибших и 170 раненых. Заминированный автомобиль взорвался около штаба курдских сил безопасности. По свидетельствам очевидцев, взрыв был такой силы, что ударной волной были выбиты стекла домов в турецком городе Нусайбин, по другую сторону границы. Сирийская обсерватория прав человека, которая базируется в Великобритании, назвала этот теракт самым кровопролитным за последние годы. Ответственность за взрыв взяло на себя так называемое «Исламское государство», которое сообщило, что целью теракта были курдские объекты. Как показывает практика борьбы с международным терроризмом, многие боевики, завербованные «Исламским государством», стали радикалами посредством виртуального воздействия через интернет или социальные сети. Для противостояния их пропаганде указом президента США в этом году при Госдепартаменте был создан Центр глобального вовлечения. О его деятельности и о сложностях информационной войны с исламизмом в материале Вадима Оленичева. Используя интернет-порталы, такие как YouTube и социальные сети, ИГИЛ и другие террористические группировки вербуют в свои ряды все новых боевиков. Чтобы противостоять им, Белый дом сформировал Global Engagement Center, сокращенно GEC. Как поясняет глава его аппарата Миген Лаграф, у стран антитеррористической коалиции будет гораздо больше шансов на успех, если их спецслужбы начнут активнее препятствовать в интернете тому, чтобы люди вступали в ряды ИГИЛ. Добиться этого можно, в частности, путем формирования сети альтернативных, не связанных с Западом, источников информации по всему миру, во всех регионах. Это поможет нам не только создавать и распространять в противовес призывам ИГИЛ наши идеи и призывы, но и приобретать носители этих идей. По мнению экспертов из США, люди в других странах не всегда верят собственным официальным источникам. Поэтому контринформация, даже если она основана на фактах, вызовет больше доверия у местной аудитории, если будет донесена через зарубежных партнеров, но на их родном языке. Проблема заключается в том, что террористические организации, благодаря социальным сетям, теперь сами действуют как новостные агентства. Но это не значит, что их нельзя ограничить. Хотя террористы выполняют теперь функцию масс-медиа, у них отсутствуют сравнимые с масс-медиа вещательные платформы. Они могут организовывать вещания только через частные фирмы, такие как Твиттер, у которых есть возможность их отключить. Они, конечно, могут запустить собственную социальную сеть, но это будет уже другая, неглобальная аудитория. Поэтому специалисты Global Engagement Center действуют по нескольким направлениям. Во-первых, они систематизируют поток информации, оценивают популярность той или иной группировки в соцсетях, изменение состава ее фолловеров, их настроений и прочее. Во-вторых, GEC старается держать общественность других, в данном случае ближневосточных государств, в курсе происходящих событий на основе достоверных фактов. В этих новых условиях, говорят в руководстве ведомства, для западных правительств крайне важно поскорее выработать эффективную политику активного противостояния исламизму в киберпространстве. Вадим Оленичев, Андрей Дегтярев. Настоящее время. Вашингтон. Ваши мозговой. Здравствуйте, коллеги. Обращаюсь к Роме. Прежде всего, удалось ли Клинтон добиться вчера единой поддержки от членов партии? Да, Алис, приветствую. Вчера действительно все, как мы и предсказывали, было заточено под триумф Хилари Клинтон. По штатное голосование прошло здесь на съезде. То есть каждый штат говорил, кому выдает какое количество делегатских голосов. И, знаете, вот в очередной раз мы видели, как все-таки расколота аудитория. Кто-то отдавал голоса за Берни Сандерса, кто-то отдавал голоса, естественно, за Хилари Клинтон. Мы видели, как идет этот счетчик и как Хилари Клинтон становится на наших глазах человеком, вершающим историю здесь в Америке. Но точку во всем этом поставил сам Берни Сандерс, который последний. Вермонт специально даже передвинули в списке для объявляющих. Так вот, Берни Сандерс, которому отдали свои голоса, конечно, больше тысячи избирателей, больше 1500 делегатов. Так вот, он в результате вышел к микрофону и заявил, что надо поддержать Хилари Клинтон. Давайте послушаем. Я призываю съезд приостановить процедурные правила. Я предлагаю, чтобы все голоса, отданные делегатами, были внесены в протокол. И я предлагаю избрать Хилари Клинтон кандидатом в президенты Соединенных Штатов от Демократической партии. Это важный политический жест со стороны Берни Сандерса, конечно, что он вышел, и именно он поставил точку в номинационном процессе. И это такой ясный сигнал с его стороны сторонникам, что надо объединиться и надо поддержать Хилари Клинтон. Вообще, вчера, конечно, звучало очень много комплиментов в ее адрес, как вообще, в принципе, на этом съезде выступал и Эрик Холдер, первый чернокожий генеральный прокурор Соединенных Штатов, была Мэрил Стрип, Мадлен Олбрайт, бывший госсекретарь, если помните такую, Говард Дин, Элизабет Бэнкс, матери афроамериканцев, погибших во время противостояния с полицейскими, говорили, были и выжившие при теракте 11 сентября, которые, кстати, критиковали очень активно Дональда Трампа, но и звездой, скорее, вечера стал бывший президент Соединенных Штатов и муж Хилари Клинтон, Билл Клинтон, который также призвал всех собравшихся и американцев голосовать за его жену. Давайте послушаем. Хилари невероятно подготовлена для того, чтобы мы могли использовать наши возможности, снизить риски, которые перед нами стоят. И она лучший вершитель перемен, которую я знаю. Хилари сделает нас сильными вместе, потому что она потратила на это всю свою жизнь. Я надеюсь, вы сделаете это. Я надеюсь, вы изберете ее. Те из нас, у кого за плечами больше дней, чем осталось впереди, заботятся не о себе, а о детях и внуках. И ваши дети и внуки будут вам благодарны, если вы выберете Хилари. Надо сказать, что вообще, конечно, Хилари здесь вот в этом году штаб пытается преподносить как мать, как бабушку, как женщину, которая сочувствует тем, кого знает, как политика, которая защищает права бездольных, будь то люди с ограниченными возможностями или те, кто пережил 11 сентября и так далее и тому подобное. Что отличается от того, как она позиционировалась, конечно, в 2008 году. Но сказать, что все-таки партия действительно готова ее сейчас поддержать, это хороший вопрос, потому что вчера мы видели, что это может быть не совсем действительно так. Я думаю, что об этом лучше расскажет моя коллега Наташа Музговая. Олесь. Спасибо, Рома. Несмотря на официальный статус, я уже к Наташе обращаюсь, действительно есть очень много людей, недовольных, несогласных. И я знаю, что ты сейчас постоянно общаешься на улицах с людьми, которые пришли к Конгресс-центру, с делегатами. Что вот они на этот черт тебе говорят? Да, Олесь, ну, последний опрос в Пью показал, что 9 из 10 сторонников Берни Сандерса все же готовы будут проголосовать на всеобщих выборах за Хилари Клинтон, как к этому призвал их сенатор. Но вот этот один из 10, вот эти 10 процентов, они крайне возмущены. Вчера мы видели, что некоторые делегаты Сандерса плакали, некоторые демонстративно покинули зал, некоторые даже с заклеенными ртами, утверждая, что их пытаются замолчать. И некоторые из них говорили нам, что они теперь не знают, за кого голосовать. Меня пугают они оба, Хилари и Трамп. Мне кажется, они оба вредные по разным причинам. Многие люди проголосуют за Хилари, как им сказал Берни, но кто-то проголосует за Джилл Стайн. Да, но вот, тем не менее, прочие сторонники Берни Сандерса, которые, тем более, такие старые члены партии, они говорят, что пришло время партийного единства. Вот вчера мы поговорили, например, с интересной парой, мужем и женой, оба избранные делегаты от штата Калифорния, американцы палестинского происхождения, которые поддерживали Сандерса и говорили, что они даже гордятся тем, что поддерживают американского кандидата еврея. И они сказали, что пришло время все-таки оставить позади все расприи. И они агитируют сейчас своих, скажем, единомышленников за то, чтобы они все-таки проголосовали в итоге за Хилари Клинтон. Давайте послушаем их. При Трампе мир не будет выглядеть иначе, чем при Буше. Мы уже видели это кино раньше. Очень важно, чтобы мы объединились как демократическая партия, и я призываю сторонников Хилари принять сторонников Берни с распростертыми объятиями. Для нас это небольшая проблема. Мы много лет в этой партии. Но есть так называемые берникраты, люди, которые пришли в партию только из-за Берни. И к ним, к сожалению, многие относятся прохладно. Да, но вот что касается сторонников Хилари Клинтона, они, конечно, уже начинают так фантазировать о том, как будет выглядеть мир, если Хилари Клинтон станет президентом США, в том числе, как будет выглядеть внешняя политика Америки. Давайте послушаем ветерана из Флориды. Она будет гораздо жестче. Я большой сторонник президента Обамы. Очень его люблю. Но я побывал в 35 странах и знаю, что во внешней политике у Хилари будет гораздо более жестокий подход, чем у Обамы. Я думаю, что Америке стоит сосредоточиться на избрании первого президента женщины. И Хилари Клинтон, вероятно, является наиболее подготовленным кандидатом для этой должности. Я спросила этого делегата, как он воспринимает последний скандал последних дней с утечкой электронной переписки лидеров демократической партии, которые показали, что выборы праймерис были не совсем честными. Он сказал, что такая переписка не должна была вообще иметь место в демократической партии, что это ее недостойно. Но сейчас нужно сосредоточиться на главном, на выборах. Но, тем не менее, эта тема все-таки остается на повестке дня. Даже президент Обама в интервью телеканалу NBC достаточно ясно сказал, кто, по его мнению, за этим стоит, сказав, что нам известно, что Россия взламывает не только наши государственные, но и частные структуры. Спасибо, коллеги. Напомню, наши корреспонденты Роман Мамонов и Наташа Мозговая всю неделю работают на съезде демократической партии в Филадельфии. Завтра ждем от них новых репортажей. Вновь эфир из пражской студии. Они остались без родины, работы и сбережений. Тысячи крымчан после аннексии полуострова, переехавших на материковую Украину, уже более двух лет не могут забрать свои депозиты из самого крупного украинского банка «Приват». А те, у кого там были кредиты, два года просят банк пересчитать проценты. После аннексии счета заморозили, и люди не смогли погашать задолженности. Как крымчане буквально выбивают свои деньги, и что в этой истории делает государство, разбиралась Ульяна Кондрашова. Из родного Крыма Сергей с семьей уезжал весной 2014-го, после так называемого референдума о присоединении к России. Тогда он пытался снять свои сбережения, чтобы первое время было на что жить. Не вышло. Снова в банк Сергей отправился уже в Киеве. Но ни депозит забрать, ни кредит погасить ему не удалось. Счета были заблокированы. «Приват-банк заверял нас, что пока идет оккупация, пока вот эти все проблемы, никаких начислений вам, пеня, штрафы не будет». После демобилизации Сергей снова пошел в банк. Его кредитный счет наконец-то разблокировали, но насчитали проценты. «За два года мне насчитали сверху 4 тысячи гривен. За то, что я, созданный гражданин, пытался разрешить этот вопрос». Через социальные сети Сергей достучался до высшего руководства банка. И только после этого проценты ему пересчитали. А вот депозит не отдают по сей день. Почти полгода заблокированным был и кредитный счет Геннадия. Но проценты банк ему насчитал по полной. Геннадий попросил перерасчета. «Пересчитать, аннулировать сумму начисленных за период технической недоступности моей карточки, чтобы эта сумма была аннулирована. То есть всю остальную сумму, само собой, я от нее не отказывался абсолютно. Мне сообщили, что нет, к сожалению, это невозможно». И таких историй тысячи, говорят в общественной организации «Крымсос». Крымчане массово подают иски на «Приватбанк», так как работники финучреждения отказываются решать их проблемы. «На данный момент найти позитивные случаи, когда человек получил на руки денежные средства, практически невозможно». Ни денежных выплат, ни официальных комментариев. В самом крупном банке страны «Приватбанке» заняли глухую оборону. «Мы подали нашим свидетелям, подали иск к Российской Федерации по поводу фактически аннексированных отобранных активов. Поскольку на данный момент рассматриваются иск, любые официальные комментарии сторон могут быть использованы против банка». Государство же вмешиваться в конфликт частного банка и тысяч крымчан, похоже, не собирается. На наш официальный запрос при службе Национального банка ответили отпиской. Тремя страницами цитат из законов. И ни одного конкретного ответа на простой вопрос. Знают ли в НБУ о массовом нарушении прав клиентов из оккупированного Крыма? Ульяна Кондрашова, Александр Бевс. Настоящее время. Киев. В Санкт-Петербурге прошел так называемый народный сход против антитеррористических поправок депутата Госдумы Ирины Яровой. На несанкционированный митинг пришли около 50 человек. Подробнее Владимир Степанов. Активисты молодежного демократического движения «Весна», как сами говорят, пришли отстаивать 23-ю и 24-ю статьи Конституции России. Хотели митинг в центре Петербурга согласовать, но площадку им предложили только в спальном районе, в удельном парке. Маловменяемые городские власти запретили проведение, по сути, запретили проведение акции, поскольку все 25 мест, которые заявители указывали как возможные для согласованной акции против пакета Яровой, по тем или иным предлогам были отклонены. Тогда решили провести народный сход на пешеходной части Большой морской улицы. Без транспарантов и флагов, но с символическими бумажными пакетами. По аналогии с антитеррористическим пакетом Ирины Яровой. Частично резонансные антитеррористические поправки уже вступили в силу. Новые положения попыталась донести до людей активистка Ольга Смирнова. Если кто-то решит, что он может свои представления о Боге передавать у себя дома своим друзьям, то это будет теперь незаконно, потому что это подпадает под понимание миссионерской деятельности, как оно трактуется в новом пакете законов Яровой. Ольгу Смирнову задержали первый. Уважаемые работники, не мешайте, пожалуйста, работайте сотрудникам по УВД. Пакет Яровой подразумевает наказание за финансирование международного терроризма вплоть до пожизненного заключения. За призывы к терроризму и его оправдание в сети штраф в миллион рублей и лишение свободы на срок до семи лет. А еще интернет-провайдеры и сотовые операторы должны будут хранить историю пользователей до трех лет. Предстоит построить колоссальную инфраструктуру. По оценкам экспертов, нужны сотни миллиардов рублей. Такие сложные для нашей страны экономические времена, он абсолютно нецелесообразен в плане экономическом. То есть это цели и средства далеко друг друга с нашей точки зрения не оправдывают. А вот очередной митинг против пакета Яровой проведут предположительно в августе. Теперь уже в Москве ждут не меньше тысячи человек. Владимир Степанов для настоящего времени из Санкт-Петербурга. А теперь о массовых собраниях немного другого рода. Последователи Боба Марли, поклонники культа Вуду, христиане и атеисты, все стали участниками Карибского карнавала в Балтиморе. Этот один из самых больших карибских карнавалов в Соединенных Штатах проходит уже в 35-й раз и на нем побывала наша съемочная группа. Что послужило началом карнавальной традиции, об этом говорят и спорят по сей день. В эпоху Возрождения карнавалы стали неотъемлемой частью европейской жизни. Позже европейцы, открывая новые земли и расселяясь по миру, сделали карнавальные шествия любимым праздником на всех континентах. Это карибский карнавал. Он стал популярен в США в последние десятилетия. Один из самых крупных проходит в Балтиморе. Всежелающие могут принять в нем участие. Богатые, бедные, черные, белые, молодые и старые. Трудно где-нибудь увидеть более разношерстную публику. В карнавале участвуют выходцы из Виргинских островов и из стран Карибского бассейна. Раз в год мы демонстрируем всем жителям Балтимора нашу культуру. А наша культура – это, конечно, прежде всего музыка и танцы. Здесь и с заплетенными в дреды волосами апологеты растопорианства. Фанаты и мелодии Боба Марли и поклонники культа в Вуду и христиане. Здесь буйная смесь множества культур и темпераментов при полной свободе нравов, когда отменяются чины и статусы, раздвигаются жесткие рамки приличий. Мы на Ямайке веселимся не по-детски. Это как горячая вечеринка – праздник жизни. Музыкальные колонки установлены на движущихся грузовиках, а за ними уже следует процессия под названием «МАЗ» – сокращение от маскарад. Обязательными героями карнавала маскарада являются король и королева, шествующие в окружении ярко разряженной свиты. Эти танцы отражают наши чувства – свобода, наслаждение. Все, кто приехал с Тринидада и Табага, умеют наслаждаться жизнью. Такой парад в карибской традиции называется «Парадом взрослых». А вокруг – вулканы радости, танцы любви. А любовь, как известно, страшная сила. Ануши Витисян, Сергей Москалев, Балтимор. Карибский карнавал. Это все на сегодня. Спасибо, что были с нами. Я Олесь Кругляков и команда «Настоящего времени» в Вашингтоне. Прощаемся с вами до завтра. Сергей, счастливо. Мы благодарим Вашингтон и также всех наших зрителей. Смотрите нас в социальных сетях и в эфире своих национальных телеканалов. В настоящее время Сергей Дорофеев. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова